Золотой инвест-клуб Золотой инвест-клуб Золотой инвест-клуб Здравствуйте, дорогие зрители канала «Заметки нумизмата». У нас сегодня с вами очередная встреча и очередной разговор про популярные, известные, интересные золотые монеты мира, Европы. Сегодня поговорим о 20 бельгийских франках 1874 года. Изображен на этой монете король Леопольд II. Но прежде чем говорить об этом короле и монете с ним связанной, надо, наверное, сказать пару слов вообще о Бельгии. Ведь, как ни странно, бельгийское королевство довольно молодое. Земли эти вокруг Брюсселя принадлежали исторически разным объединениям территориальным, разным владельцам, разным господам. Да даже на языке говорили все время на разном, в зависимости от того, кто территорий правил. То это территория Бургундии, то княжество или графство Брабант. Рука Австрийской империи простиралась тоже на эти земли. Ну и, наконец, каратель армии герцога Альбы, испанца, тоже вполне в этих местах свою власть устанавливали. Ну вот, по итогам наполеоновских войн и других процессов, происходящих в Европе, было решено вот эти самые земли, которые непонятно даже и чьи, то ли голландские, то ли французские, то ли австрийские, то ли немецкие, объединить в единое целое. Несмотря на то, что люди, жившие там, по-прежнему говорили на разных языках, и в одном и том же городе можно было услышать речь сразу на нескольких языках, диалектах, на речиях. Но людям не мешало это общаться, считать себя жителями одной территории, одного княжества, графства, но теперь уже и королевства. В 1831 году, в сути, было создано это королевство бельгийцев. Причем интересно, что население это к бельгийцам историческим племенам, которые когда-то, германские, давно на эту территорию пришли, в общем-то никакого отношения не имело. И, кстати, само это название по несуществующему уже народу было, наверное, достаточно политически грамотным. Никакая часть населения нового королевства, независимо от языка или религии, не была таким образом как-то обижена или оскорблена. Никто не стал первой нацией или второй нацией. Все бельгийцы – жители единой территории с единым королем. И интересно, что сама должность короля называлась буквально «король бельгийцев». Не бельгий, бельгийцев. То есть монарх, объединяющий народ. И стал таким монархом дядя королевы Виктории, Леопольд Первый. Ну а какое королевство в 19 веке без колонии? Собственно, ведь и процветание Европы тогдашней, на самом деле и современной, жиждилось на главном, на выкачивании ресурсов из колоний. Но эпоха колонийализма, 16-17, да даже 18 век, они уже были где-то там, далеко, в прошлом. Что делать новому королевству? Однако стремиться, пытаться, если уж не колонии полноценные заиметь, то хотя бы удобные для поселения земли, в разных частях света оттуда потихонечку ресурсы в новое королевство и притягивать. Попытки были разные. Леопольд Первый организовывал поселения, буквально колонию, Гватемальская Бельгия. Были поселения и в Бразилии, и в Аргентине, много где. Но фактически нигде эта идея не закончилась каким-то успехом. Климат не подходил, люди умирали, был недостаток снабжения. И даже на помощь других государств, ну скажем, Англия активно помогала, Тем не менее, закрепиться бельгийцы особо нигде не смогли. Были даже совсем уж экзотические попытки, по сути, присоединить к Бельгии заморские территории, самостоятельные республики или объединения, сделав их частью, такой заморской частью, единого государства. Велись переговоры, удивитесь, с Гавайским королевством. И почти закончились успехом, но различные экономические сложности, разорение. Компания, которая вела переговоры, заметьте, от лица государства переговоры вела коммерческая компания о вхождении целого королевства в Бельгию. Наконец, конечно, удаленность, транспортная сложность, все это привело к тому, что Гавайи не стали тогда частью Бельгии. Наконец, молодая Техасская республика тоже вела переговоры с Бельгией, но население Техаса составляли значительные части выходцы в соседних американских территориях, отчасти из бывшей французской Луизианы. И, конечно же, тут переговоры с бельгийцами были, но скорее политическим приемом, поиском союзников, хотя в Бельгии рассматривали это весьма серьезно. А вот уже следующий король, Леопольд II, который изображен у нас на монете, вступивший на престол в 1865 году, человек крайне одиозный, действительно уж прославился так прославился. Решил он так. Никто особо в униус Бельгии из заморских территорий вступать не хочет, земли для поселения не очень удобные, климат неблагоприятный, население от идей переселения устало. А чтобы, может быть, не попробовать по-другому, просто какую-то территорию взять и включить состав Бельгии, даже без всяких там переселенцев, но только разве что гарнизон военный мощный иметь, я организовал свободное государство Конго, самый центр Африки. И вот этот центр Африки с 1885 года и стал свободным государством Конго, королевством, по сути говоря. На другие колонии был и похож, и не похож. Почему? С одной стороны, это было, по сути, самостоятельное государство, королевство, и главой этого королевства был сам король Леопольд II Бельгийский, а для Конго просто король Леопольд. По сути, управлял им вне зависимости от бельгийских властей, сам. И власти, и гарнизон в Конго подчинялись непосредственно королю, но не правительству Бельгии, но не бельгийскому государству. С другой же стороны, эксплуатация этих земель, захваченных Леопольдом II, была, может быть, самой воровской и жесткой, по крайней мере, в XIX веке, совершенно несравнимой с эксплуатацией других территорий, других стран в это время. Жесточайшие условия. Представьте себе, все население государства Конго было объявлено личными рабами короля Леопольда. Не подданными, не служащими. Рабами, все население. И дань свою королю должны были исполнять в виде работ. Самых тяжелых, какие король только пожелает. А за отказ от работы немедленное наказание, отрубание кисти рук и так далее. Поэтому значительная часть конголезцев в те времена ходила просто без рук, по крайней мере, без одной руки. Второй хоть как-то себя могла кормить и на благо короля средства зарабатывать. И, конечно же, ресурсы, которые просто потекли из Африки в Бельгию. Так что с этой стороны колония самая обычная. Да, пожалуй, только с эксплуатацией намного жестче, чем другие колонии в то же самое время. Торговля всего мира с Конго состоялась только через Бельгию. Ну и товары европейские других стран в Конго шли, опять же, только через короля. А внутри самой Бельгии король бывал редко, предпочитал свою любимую другую страну, Конго. Однако заводил многочисленные коммерческие предприятия. Не просто давал средства на формирование коммерческих предприятий, а создавал их фирмы, принадлежащие себе любимому. Таким образом бизнес развивал, но бизнес себе принадлежащий. Бельгийцы из-за этого короля Леопольда недолюбливались, считали, что делает он не на благо страны, не для населения, не для бельгийцев, королем которых является, а собственно для себя, для своего кармана. Хоть, наверное, были не совсем правы, ведь те же самые многочисленные железные дороги для быстрого перевоза товаров по Европе от портов бельгийских, голландских построил именно Леопольд II. И ведь до наших дней мы пользуемся, ведь население Европы пользуется той самой железнодорожной сетью, самой развлеченной в мире, самой удобной, как большие щупальца с Минога расходятся в ветви по всей Европе и до большинства крупных европейских городов на современных экспрессах из Брюсселя вы можете доехать за полтора часа, ну два. Прекрасное положение. Не зря и сейчас в наши дни Брюссель в Бельгии становится этаким общеевропейским домом, общеевропейской столицей. Прекрасный транспортный узел, связывающий примерно на равном удалении себя с другими странами, крупными городами, провинциями. Ну и в конечном итоге, конечно же, рядом и порты. До сих пор та инфраструктура, которую создавал еще король Леопольд II на рубеже 19-20 века служит бельгийцам и служит европейцам. Так что не совсем правы были бельгийцы, когда короля своего осуждали. Но то, что был он коммерсантом, предпринимателем, бизнесменом, несомненно. Поэтому и называли его не иначе, как король-торгаш. Немножечко обидно, но для других монархов его деятельность, бизнесмена, казалось странной и неприемлемой для его уровня. Под давлением населения король Леопольд II даже создал специальный королевский фонд, который и должен был тратить средства именно на протиспетание Бельгии и народа. В основном это вложения в крупные строительства, большие государственные проекты, на которые иных средств не хватало. Фонд этот просуществовал еще долго после смерти короля Леопольда II и действительно для развития промышленной Бельгии сделал очень многое. Так что современные протиспетающие Бельгии своими экономическими возможностями, конечно же, и сейчас восходят все к тем временам. Но, имея собственные денежные знаки, собственную валюту, в целом бельгийцы притерживались в латинской денежной системе, поэтому 20 бельгийских франков равны французским 20 франкам, так же, как и 20 лирам, 20 песо, 20 швейцарским франкам. То есть, как я уже сказал, в целом эта денежная единица входит в латинский денежный союз, вес 20 франков в 6,45 традиционный для этих монет. Ну и, наконец, оборот монеты в данном случае представленной является вполне монетным, а не медальным, как принято, скажем, в России. Для латинского союза свойственен монетный вариант расположения аверса и реверса. Красивая, шикарная монета, упускавшаяся не очень большим тиражом, достаточно популярный у коллекционеров, ну и, конечно же, иметь у себя в собрании 20 франков в Бельгии, причем желательно именно с королем Леопольдом II, как такой знаковой, особой личностью, наверное, весьма приятно. Проправил Леопольд II аж целых 44 года, срок большой до 1909 года, немного не дожил до Первой мировой войны, может быть, оно для него, конечно же, и к лучшему. Ну а сегодня мы можем полюбоваться этой замечательной монетой, посмотрите ее вблизи. Монета очень красивая, яркая, с красивейшим рельефом, и есть на что полюбоваться. И также призываю зрителей подписываться на канал, прислать свои вопросы, возможно, вопросы о каких-то монетах. Мы будем стараться рассказывать на канале о тех монетах, которые вас интересуют, чтобы вам это было интересно, как нашим подписчикам. Всего доброго, до новых встреч. Ждем ваших писем. Редактор субтитров А.Семкин